добрый день уважаемые коллеги ну часть моего доклада в принципе уже слышали но я все-таки себе позволю остановиться кратко на вот этих вот цифрах да и так как мы слышали от евгения наумовича светлана анатольевна частота брав мутация это доминирующая мутация в меланоме она занимает практически половину все из всех мутаций и является драйверной 2 по распространенности эта мутация раз третий это nf1 и тройной негативный тип теперь такое понятие есть не только в раке молочной железы но и при меланоме но мы сегодня больше остановимся конечно нам вот именно на мутациях брав и во многом благодаря тому что на сегодняшний день несмотря на противоречивые данные следует все-таки считается что мутация брав является негативным прогностическим фактором вот результат одного из исследований где пациенты с мутацией брав живут намного хуже при наличии мутации если они не получали брав ингибитор по сравнению с пациентами без активирующих брав мутации если же они получали брав ингибитор это в общем выживаемость этих пациентов не отличается никак от пациентов без мутации какие у нас выборы есть прихи можно затронули эту тему 2000 года мы выбирали между химиотерапии и монотерапии на сегодняшний день у нас план существенно поменялся и во всем мире выбирают между ингибиторами тирозинки нас и ингибиторами и логических и логическими препаратами гибиторами циталия 4 или pd1 однако у нас до сих пор остается в арсенале цитокин у нас остается химиотерапия который все-таки существует сбрасывать на наш взгляд не стоит почему мы говорим вообще комбинирован терапии брав ингибиторами да действительно брав ингибитор работают хорошо как уже говорили медиана длительности ответов порядка 8 месяцев после этого происходит резистентность и к сожалению огромная масса причин резистентности заключаются именно вот в этих сигнальных путях то есть это так называемое миг зависимое прогрессирование то есть происходят какие-то события либо альтернативные варианты брав мутации либо мутация 1 церов активация кодную ряд других механизмов которые все равно приводят к восстановлению вот этого сигнального пути таким образом наше ингибирование здесь не помогает но в принципе у нас есть мег ингибиторы которые могут закрыть и на сегодняшний день изучаются уже и эрк ингибиторы которые вошли в ранние фазы клинических исследований что мы имеем на сегодняшний день в арсенале мы имеем две комбинации доброфенип с траметинивом доза здесь вот указаны 150 миллиграмм два раза в день и траметинип два миллиграмма один раз в день постоянный режим альтернативный вариант это веморфенип 960 миллиграмм два раза в день и копимитинип 60 миллиграмм один раз в день но в течение 21 из 28 дней то есть здесь запланированный обязательный перерыв ну безусловно практические точки зрения мы все время хотим знать ответить на два вопроса что безопаснее что эффективнее и в общем с чего начать ну вот для примера хочется показать наглядную картинку по безопасности эффективности брав ингибиторов по сравнению с комбинированной терапии у нас так случилось что вот в исследовании включились две пациентки они начали терапию в один день это обе женщины были обоих стадии меланомы м1c обоих наличие брав мутации в 600 е и вот день в день они начали препараты пациентка 2 получала комбинацию брав и мекингибитором 1 пациентка получала монотерапию тем же самым брав ингибитором ну и что получилось вы видите насколько больше нежелательных явлений было у первой пациентки тут просто наглядно видно и гиперкератозы и сухость кожи различное неопухолевое образование на коже артерология что потребовало в общем два раза увеличить снизить дозу пациентки то же время второй пациентки на комбинации брав и мекингибиторов особых никаких не было нежелательных лида были те же нежелательные явления не просто развелись позже и были не такие интенсивно но например гиперкератозов типичных надо сказать что несмотря на то что это не только выглядит некрасиво это может приводить достаточно существенному нарушению качества жизни пациентов у нас один из пациентов вынужден был применять тромодол потому что был гиперкератоз вот с таким болевым синдром гиперкератоза на коже у пациентки некоторые активации пигментных образований на вас у нее множественная на вас на синдром были мы часто это видим на монотерапии особенно брав ингибиторами обычные явления кератоза не опухолевые процессы некоторые образования даже которые могут раз по расцениваться как кинетические кератоз гиперкератоз или начальная форма рака кожи они не столь страшно как кажется потому что во первых никто от них не умер они хорошо лечится с помощью хирургического лечения многие пациенты отказываются от лечения и у них как было вот здесь вот в этой пациентке на у нее два или три раза были поводы к удалению образования они были весьма агрессивны они регрессировали сами через три месяца на фоне продолжения терапии без снижения дозы препаратов вот дальнейшая дальнейшая история пациентов мы видим осложнение в принципе те же самартралгии образование на коже повышение уровня печеночных ферментов однако первая пациентка вот попасли совсем недавно спрогрессировал главном мозге вторая пациент продолжает лечиться без редукции доз препаратов не было не было ни одной редукции лучше переносимость заболевания не практически не было отмена она до сих пор находится в состоянии частичного регресса это уже более двух лет лечения вот примеры образования как раз которая на коже говорил такие вот подозрительно они регрессировали сами совершенно быстро без отмены терапии что касается частоты нежелательных явлений мы привыкли с химиотерапия что при любой комбинации частота нежелательных явлений нарастет забрав ингибиторами их использование комбинации с мекингибиторами ситуация немножко меняется потому что до растет частота некоторых нежелательных явлений например гастроэнтестинальных но например драматологически нежелательные явления встречаются реже при комбинации бравь мекингибитор и если мы посмотрим на качество жизни то все пациенты единогласно независимости от того какую комбинацию они получали говорят о том что они чувствуют себя лучше именно на терапии бравь мекингибиторами это было замечено как vs ледованием к комби в так и в исследование комби д вы видите улучшение показателей по функциональным по функциональным шкалам при монотерапию ухудшение показателей по большим практически всем функциональным шкалам единственное что на компе д где было двойной слепой исследований при прогрессирование все пациенты отметили что их качество жизни ухудшилось что но однако на фоне лечения она была лучше что может сказать при нежелательное явление про нежелательное явление это большая проблема именно в первые но где-то месяца терапия у всех пациентов практически все что большая часть нежелательных явлений случается именно в начале лечениях надо об этом предупреждать как правило средняя длительность до возникновения желательных явлений от недели до двух недель и потом начинается последовательное развитие перикси кожной токсичности в первую очередь на комбинациях надо помнить о редких нежелательных явлений это нарушение функций сердца нарушение функция нарушение зрения но об этом у нас отдельный доклад будет я щас не буду останавливаться то же самое веморфинипикобиметинеп пик нежелательных явлений в начале лечения потом низкая токсичность так что токсичность при комбинированной терапии это в общем не фактор выбора использовать комбинацию не использовать потому что все нежелательные явления управляемы да у нас сохраняются риски например на веморфинибе фоточувствительности это обусловленный механизм действия препарата на и на монотерапии веморфинивом все это будет сохраняться то же самое касается других нежелательных явлений однако как я уже говорил везде пик токсичность это первая неделя лечения безусловно прямых сравнений препаратов не проводилось и как евгений нам очень сказал все это в общем напитки разных производителей но тем не менее по литературным данным и можем и по опыту применения в реальной клинической практике была выпущена вот совсем недавно публикация такая как где попытались провести непрямое сравнение именно двух комбинаций веморфиниб с кубе метинибом и добрафиниба стриматинибе да в целом получается что комбинации веморфиниб с кабинете нел несколько тяжелее переносятся хотя есть нежелательное явление которые чаще встречаются в обратную сторону комбинация добрафинибе стриматиним с реальной клинической практики вот это все дело отмечают и общем большинство практикующих врачей тоже касается в некоторой степени монотерапии вемров и не вам соответственно до про финю до считается что да про ви ним несколько менее токсичен особенно это касается фото чувствительность потому что это персональное нежелательное явление связанное с химической структуры именно в марфини бы это не классово нежелательное явление. Ну вот если выделять, получается тут розовым выделена та ситуация, которая хуже на Дам Арфениби с тремя синими, синим, те нежелательные явления, которые хуже на Вем Арфениби с Коби Минсинибом. То же самое касается нежелательных явлений третьей степени. Здесь большая частота этих нежелательных явлений именно на комбинации веморфенибе с кубами синего на как как я уже сказал в общем когда мы выбираем мы выбираем не только из таргетной терапии мы очень не выбираем еще из из иммунотерапии если сравнивать любую комбинацию что монотерапию что комбинированную таргетную терапию с иммуно терапевтическими нежелательными явлениями мы видим что лишь некоторые из них чаще встречаются при иммунотерапии в основном в основной своей массе иммунотерапия менее токсично чем использование ингибиторов тирозин кинат особенно в комбинациях что касается эффекта безусловно основным и позитивным моментом на комбинированной терапии бравь ингибиторами на монотерапии бравь ингибиторами является скорость наступления ответа это немедленный эффект максимальная скорость которую я видел свои клинические практики это в районе 24 часов когда пациент почувствовал улучшение после начала терапии если взять стандартные наши оценки то мы видим что помочь мы можем в районе 90 процентов больных однако весь вопрос в том каково качество этих ответов на комбинированной терапии значительно растет количество частичных регрессов уровень полных регрессов примерно одинаков уменьшается количество стабилизации но общая эффективность растет вы видите если объективный ответ на монотерапию держится в районе 50 процентов то здесь он принимается где-то уже 65 70 процентов и это трансформируется в качество ответа и в выживаемость по качеству ответа длительность ответа растет примерно на четыре месяца на любой из комбинации качество ответ влияет безусловно на продолжительность жизни пациентов мы здесь видим что и время до прогрессирования и общей выживаемость зависит существенно от того насколько качественным был ответ у пациентов с выраженным эффектом продолжительность жизни очень высока 68 процентов пациентов с полным регрессом переживают два года со стабилизацией лишь 6 процентов переживают два года без прогрессирования соответственно 88 и 33 процента при общей выживаемости причем эти цифры очень похожи на их при каждой из комбинаций но вот примеры эффективности сравнение уже монотерапии скомбинированный режим да безусловно показатели лучше эти показатели эта разница в принципе не исчезая с течением времени чтобы мы могли бы ожидать мы можем довести тенденцию к намечающимся плата вот здесь вот при комбинации добро финима страми синибом те же самые ситуации то же самая тенденция к намечающемуся плату при комбинации кубами тимми не по сферу финивом по сравнению с вемра финипа но вопрос об идеальном пациенте вопрос об идеальном пациенте на сегодняшний день действительно не решен здесь вот показаны некоторые показатели но мы знаем что лдг это общий фактор неблагоприятного прогноза пациенты с высоким уровнем лдг равноплохо отвечают на любую терапию тем не менее точно также они плохо отвечают и на комбинированной терапии на монотерапию ингибиторами тиреозинки нас понятное дело что пациент в отличном общем состоянии будет отвечать намного лучше чем пациенту с наличием симптомов особенность тяжелыми симптомы количество опухолевых очагов более трех менее трех по ну мы знаем что у женщин несколько лучше течет меланома и несколько лучше они отвечают на таргетную терапию и вот в данном исследовании которого был опубликован в пятнадцатом году это все общем-то подтвердила подтвердила вот пытались строить такие графики мы видим что в зависимости от лдг количество очагов общего состояния мы можем в принципе разделить больных с максимально благоприятным эффектом у которых трехлетняя выживаемость 70 процентов у которых нет ни одного фактора и 7 процентов у которых и высокая уровень лдг причем повышенный уровень лдг больше чем два раза от нормы которых плохое общее состояние таким образом у этих пациентов конечно выживаемость наихудшая скажем так однако есть некоторые особенности и в ответе в зависимости от мутации здесь вот был проведен анализ да и лдг показала при комбинации доброфениба и тераметиниба эффект но а также относительный риск при мутации в 600к был несколько хуже мы видим что у пациентов с мутацией в 600к несколько меньше размер эффекта при комбинированной терапии почему это может быть потому что монотерапию намного более эффективно мутации в 600к это наиболее неблагоприятный прогностический фактор у них очень быстро и очень плохо течет заболевание и эти пациенты получают максимальный эффект в терапии ингибиторами я пытался задавать вопросы вот авторами главным исследователям в каждом из этом исследований реально ли это по их мнению они считают что здесь просто группа пациентов была маленькая на самом деле эффект есть он тоже пути он тоже позитивно но тем не менее все равно размер эффекта однозначно меньше если же мы говорим у кого кому это относится то получается что мутация в 600 е это как евгений научно сказал наиболее актуальный вопрос для молодых пациентов трудоспособного возраста до 49 лет и обратите внимание заболеваемость этих пациентов максимально среди всех пациентов и смертность у этих пациентов максимально от меланомы во всех других ситуациях 55 процентов вероятности мутации в 600 е большая доля мутации в 600к лучшие результаты лечения меньше заболеваемость меньшая смертность это один из факторов которые может быть использованы для аргументации эффектов самая плохая ситуация метастаза в головном мозге и там и там работают препараты и комбинации на основе доброфениба комбинации на основе 3 мити не мы видим высокие и не отличающийся от остального организма ответы и в интер краниальных очагах и в экстракраниальных очагах теперь вопрос с чего начать он конечно самый сложный и на сегодняшний день мы можем предположить массу сценариев которые даже на один слайд не помещен не поместятся у нас есть как минимум три варианта которые здесь приведены на слайде последовательного или одновременного назначения брав ингибиторов у нас есть как минимум 7 вариантов назначения иммунотерапии у нас есть несколько вариантов назначения брав ингибиторов или иммунотерапии в разных последовательностях на На сегодняшний день лучшая и оптимальная последовательность в клинических исследованиях не выяснена. Что мы знаем? Что если мы последовательно будем назначать BRAF и MEK-ингибиторы, то эффективность MEK-ингибиторов будет очень низка. Их нет смысла назначать в монотерапии. Если мы с терапией BRAF и MEK-ингибиторами после прогрессирования перейдем на терапию BRAF и MEK-ингибиторами, ну да, мы несколько улучшим результаты лечения, но тоже это не те впечатляющие результаты. Получается за две линии время до прогрессирования будет примерно 12 месяцев. То есть мы год продержим пациентов на вот этой комбинации. Если мы сразу начнем с комбинации BRAF и MEK-ингибиторов, мы получим практически ту же самую цифру изначально. Без прогрессирования, без ухудшения состояния. Надо отметить, что при ухудшении состояния, при прогрессировании, часть больных выйдут из этого исследования, потому что мы им просто не сможем уже ничего не назначить из-за тяжести состояния. Результаты к лечению будут заведомо хуже. Проводился анализ переключения пациентов с монотерапией на комбинированную терапию. Да, действительно, где-то у третьих пациентов мы можем улучшить результаты лечения. Это были пациенты, которые участвовали в рандомизированных исследованиях с кроссовером. То есть были изначально рандомизированы в группу монотерапии, потом перешли на группу комбинированной терапии. Но тем преимущественно ответы достигаются у тех, у кого был достигнут эффект и на монотерапии. Если же говорить о назначении комбинированной терапии после прогрессирования заболевания, то в целом эффекта практически уже нет. То есть монотерапию надо назначать сразу. Единственное исключение может быть пациенты, это вот эта вот желтая группа, те пациенты, у которых был очень длительный ответ на монотерапию, брав ингибитором, те могут действительно после прогрессирования получить пользу от добавления мейкингибитора к этой комбинации. Особенно если, как Евгений Новымович говорил, был перерыв на фоне лечения. Какие у нас аргументы есть, чтобы выбрать между монотерапией и таргетной терапией? Этот выбор наиболее сложный на сегодняшний день и наиболее нерешенный. Обе стратегии сопровождаются высоким количеством эффектов. Обе стратегии сопровождаются очень высокой финансовой нагрузкой. Какие у нас есть аргументы в пользу одного и другого? До недавнего времени считалось, что, да, мы знаем, что иммунотерапия способствует различию длительных эффектов. Мы знаем, что брав ингибиторы характеризуются крайне резким развитием эффекта. И это, в общем, терапия спасения при нелопокриятных состояниях, когда вам завтра нужен уже эффект. У вас нет времени ждать эти три месяца для иммунотерапии. Возможность позднего развития эффектов и меньше частота ответов, меньше длительный эффект эффектов, быстрое прогрессирование на фоне маппинг-битров. Эти аргументы были до недавних пор. Собственно говоря, эти аргументы уже сомнительны. Обе ветки лечения, они стали, в общем, на сегодняшний день достаточно сопоставимы. Но давайте посмотрим. Длительность ответа на лечение. 24 месяца. Пембролизумаб 73%. Доброфенипстромедиценибом 24 месяца 68%. Практически те же самые результаты. Что касается наиболее неблагоприятных групп. Казалось бы, ЛДГ, общее состояние, это группа неблагоприятная и для таргетной терапии, и для иммунотерапии. Но если мы посмотрим результаты слайдов, они еще не опубликованы. Эта публикация только готовится, она принята к печати и будет опубликована в ближайшем времени. Посмотрите. Здесь представлены сведения Белиларкиным на конгрессе ЯДА, который был 2 недели назад только. Посмотрите. Эффективность терапии у больных с высоким ЛДГ. Комбинации неволюмаб и эпилемумаб, которые не зарегистрированы пока у нас 58%. Время допрогрессирования 12 месяцев. Монотерапия неволюмабом 30%. Монотерапия доброфенивым стробитиним 25% в этой же группе. Таким образом, высокий уровень ЛДГ и неблагоприятное прогностическое состояние никак не могут нам помочь выбрать между этими двумя линиями лечения. Длительность ответов, общая выживаемость. И там, и там, и на доброфенибе, и на терметинибе есть хвосты, длительные эффекты на фонитерапии. Пациенты выходят на плату. Сейчас препараты настолько новые, что мы просто не имеем 10-летних результатов продолжительности жизни. Мы не можем сказать, что с ними будет после 3 лет. Это какая-то магическая точка для меланома, потому что те пациенты, у которых достигнут полный регресс, которые не прогрессируют в течение 3 лет, имеют крайне низкий риск прогрессирования в дальнейшем меланомы. Вопрос, можно ли мы их прекратить лечить или нет, это другой вопрос. Но вот пример пациентки 83 лет, на котором я хотел бы проиллюстрировать, что, в общем, и поздние ответы, и ответы после прогрессирования на таргетной терапии, возможно, так же, как и на иммунотерапии. Посмотрите, 12-й год, осечение меланомы кожи лево-наключичной области. Изначально толстая, как у нас обычно случается, опухоль. Прогрессирование в акселярных лимфоузлах. В 13-м году уже прогрессирование в легкие. Довольно-таки быстрое течение процесса М1С стадии, неблагоприятная для иммунотерапии, метастазы в костях. 4 введения эпилемумаба. Прогрессирование процесса. Назначено в иммурафини. Потом пациентка перешла на доброфини по социальным причинам. А дальше началось интересно. В декабре 2014 года новые очаги в легких костях. Однозначно признак прогрессирования процесса, но пациентка верила в лечение и продолжила лечение. Дальнейшее медленное прогрессирование в марте, в июне 2015 года уже прогрессирования нет. Часть очагов прогрессировала, и пациентка продолжила лечение дальше. Таким образом, не было клинически значимого прогрессирования. Пациентка чувствовала себя хорошо. Радиологическое прогрессирование было однозначно. Поэтому все системы оценки опухолевого эффекта, которые есть, они рассчитаны в большей степени для правильной интерпретации результатов клинических исследований, правильного измерения оценки эффекта. Но мы с вами понимаем, что разница в прогрессировании между увеличением размера опухоли на 19 и 21% практически отсутствует, хотя по критериям это либо стабилизация, либо прогрессирование. Что говорят клинические исследования? Что да, действительно, риск смерти выше у пациентов, которые после прогрессирования завершили терапию в отсутствии тогда еще других эффективных способов лечения на терапии бравь ингибиторами. Повторное назначение, то, о чем я спрашивал Евгений Наумович, была публикация совсем недавно о том, что у пациентов, у которых были каникулы на фоне терапии бравь ингибиторами, эти каникулы были не менее трех месяцев или более по разным причинам. Кто-то закончил из-за токсичности, у кого-то было прогрессирование, его перевели на другую линию лечения. Мы знаем, что три месяца, в принципе, это как раз одна линия терапии до первого эффекта, где мы можем увидеть опять прогрессирование. У тех пациентов достаточно высокая эффективность повторного назначения комбинированной терапии бравь ингибиторами. Иммунотерапия или бравь ингибитора. Опять-таки вопрос. Было проведено исследование в 2014 году. Надо напомнить, что в то время предшествующая иммунотерапия не могла быть ингибиторами PD-1. Это высокие дозы интерлекина-2, эпилемумаб. Очень мало пациентов на PD-1 терапии. И оценили, что лучше, сначала иммунотерапия или потом иммунотерапия. По частоте объективных ответов оказалось, что бравь ингибитора сначала немножко выше. Никаких различий статистически значимых между временем до прогрессирования, общей выживаемости или времени не было. Другое исследование оценили эффективность терапии пациентов, кто запрогрессировал на ингибиторе МБРАФ. 32% получали терапию после этого. 40% получали эпилемумаб. Оказалось, что те пациенты, у которых иммунотерапия была в начале, они имеют чуть-чуть лучше возможные результаты лечения. На новой иммунотерапии все это теряется. Вы видите результаты КИНОТ-002. Это исследование с пемпролизумабом. Где, в общем-то, после терапии бравь ингибиторами никаких различий в эффективности особых достигнутых не было. И там и там все работало достаточно прилично. Ну и кроме того, надо сказать, что бравь ингибиторы, они в принципе влияют на систему, на иммунную систему. Они усиливают инфильтрацию опухоли иммунными клетками, что дает некий толчок к запуску иммунного ответа и обеспечивает эффективность, возможно, последующего назначения иммунотерапии. Таким образом, если подводить итоги, возможный алгоритм выбора терапии первой линии метастастической меланомы именно при бравь ингибиторах, что мы можем сказать, что поводом для назначения комбинированной, прежде всего, терапии бравь ингибиторами или терапии просто бравь ингибиторами является в первую очередь необходимость быстрого получения эффекта терапии. Если пациент прогрессирует быстро, если у него плохое общее состояние, это терапия спасения, если это метастаза в головном мозге, лучше назначать именно терапию бравь ингибиторами. И в данной ситуации, с учетом данных клинических исследований, с учетом данных по безопасности, всегда предпочтительна комбинированная терапия. Если мы говорим про иммунотерапию, то во всех остальных случаях предпочтительна она, когда в общее состояние относительно удовлетворительна, когда нет метастаза в головном мозге, когда мы знаем, что была ранее проведена иммунотерапия, есть ее эффект. Когда комбинированная терапия на сегодняшний день не зарегистрирована у нас в Российской Федерации, но в мире она существует, и считается, что ее имеет смысл назначать при меланоме только в тех случаях, если у пациента низкая экспрессия PD-L1. Этот тест будет налаживаться, я думаю, что мы в скором времени получим и комбинацию, которая подана к регистрации, и сами тесты для выбора. Что можно сказать в заключении по комбинации BRAFMEG? Ее побочные эффекты управляемые, она безопасна в применении, там амбулаторное лечение. Пациенты высоко оценивают этот эффект, потому что они видят его сразу. Они видят его сразу после назначения. Это очень большой позитивный момент. Нет психологической нагрузки ждать у моря погоды эффекта, а тем более, что может быть псевдопрогрессирование, временное ухудшение ситуации. Таким образом, даже если пациенты сами приобретают этот препарат, они по крайней мере через неделю уже точно знают, за что они заплатили. Да, значительное увеличение времени до прогрессирования общей выживаемости, возможность достижения длительных эффектов. Ну и, конечно, комплексное лечение ожидается. Единственный вопрос, сколько оно будет стоить. Потому что на сегодняшний день запускаются два исследования. В одном мы сейчас принимаем участие, в другом только еще будет начинаться, наверное, в сентябре. Это сочетание ингибиторов PD-1 с комбинированной терапией BRAFMEG ингибиторами. Но об этом, о результатах этих исследований мы, наверное, узнаем не ранее, чем через год или через два. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, какие вопросы к Алексею Викторовичу? Неужели нет вопросов, а? Коллеги, комбинированную терапию кто-либо применял на практике из присутствующих докторов? Нет? Нет, только монотерапию. Только монотерапию. Но я еще хочу обратить внимание еще раз, то, что Алексей Викторович каждый раз подчеркивал, подчеркивал, что эффект достаточно быстрый, да, наступление эффекта достаточно быстрое. Это действительно те пациенты, которые нуждаются в назначении лекарственной терапии, таргетной терапии, здесь нам может помочь, если есть мутация. А в том случае, если, еще раз, Алексей Викторович, если у пациента медленно такое торпидное течение, но у него есть BRAF-мутация, что назначать? Что бы вы назначили? Ну, тут два, может быть, ответа. Так как, вот очень хочется сказать на такой аналогичный вопрос ответ, его задали вот как раз на конгрессе яда, который был две недели назад, Джорджини Лонг, который, вы знаете, главный исследователь по BRAF-ингибиторам и таргетной терапии, и иммунотерапии. В общем, ответ у него был из двух частей. Я вот просто процитирую, потому что это полностью соответствует нашим представлениям. Да, действительно, сейчас преимущество во многих случаях практически во всех отдаётся комбинированной иммунотерапии или просто иммунотерапии. Комбинация с таргетной терапией остаётся на минимальных, ну, на тех случаях, когда нужен очень быстрый, действительно, немедленный эффект, и нет времени у пациента совершенно ждать наступления эффекта, хотя иммунотерапия комбинированная тоже даёт достаточно быстрые эффекты. Но проблема в том, что во всём мире одно дело то, что мы хотим, как сказал Джорджина, а другое дело то, что мы можем. Поэтому вопросы социальные, вопросы обеспечения, они играют немаловажную роль. И важно в практической жизни, важно не столько выбрать одной, другой вариант терапии, надо выбрать тот вариант терапии, который пациенту реально можно провести. Потому что даже монотерапия лучше, чем химиотерапия, и она тоже приводит к достаточно хорошим эффектам. Поэтому здесь важно действовать, исходя из приоритетов. Да, если у нас есть возможность назначить пациенту иммунотерапию, мы назначим пациенту иммунотерапию. Если есть возможность назначить таргетную терапию, мы назначим таргетную терапию. Но если нет никакой из этих возможностей, то назначение химиотерапии, оно вполне возможно. Алексей Викторович, ещё раз. Значит, вот пациенту, у которого торпидное течение, метастатическая форма, берак позитивный, и у нас всё есть. Это определённый пациент, это определённое медицинское учреждение. Что докторам назначить? Мы готовы федеральное учреждение поддержать своими рекомендациями. Ингибиторы ПД-1. А? Ингибиторы ПД-1. Ингибиторы ПД-1. Хорошо, о них попозже поговорим. То есть это иммунотерапия. Иммунотерапия, да. Хорошо. Уважаемые коллеги, есть ещё вопросы к Алексею Викторовичу? Нет? Алексей Викторович, спасибо большое за Ваш интересный доклад. Спасибо. 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 Спасибо.